Привет, друзья! В данном ролике мы разберем одно из самых ужасных поражений, оформленных в противостоянии Магнус Карлсон Фабиана Каруана. Случилось это на турнире в Бильбао в 2012 году. Магнус играл белыми и отправил в бой королевскую пешку. Каруан отвечает сицилианской защитой, белый развивает коня, черный играет Е6. Уже тогда Магнус Карлсон любил сбивать своих противников с домашней подготовки, особенно на таких работях, как Фабиана Каруана. Черный делает с виду логичный ход Б6, также фианкетируя слона, но эта малозаметная потеря времени на пешечный ход в дальнейшем скажется. Итак, стороны завершает фианкет, там Магнус защищает центральную пешку, Фабиана строит малый пешечный центр. Четыре хода из пяти в дебюте он сделал пешками, обычно для сицилианской защиты это нормальная практика, но в данной конкретной позиции перевес белых можно использовать самым радикальным образом. Магнус скрывает позицию ходом Д4 после размена в центре. Доски Каруана начинают мобилизацию королевского фланга, белый вводит короля в безопасное место и на ответный конь Д7. Боевой дракар шахматного викинга входит в залив, направляя свой взор в сторону заморской королевы и пешки Д6. И черным стоило сразу убрать ферзя из-под неприятного рентгена вражеской ладьи. В случае, насколько конь Б5 не выстраивает матовую батарею, на конь Д4 отступает на поле Ц7 с идеей пойти А6. У белых, конечно, преимущество, но позицию черных пробить довольно сложно. В нашем же поединке Фабиана Каруана расставляет ежа для того, чтобы с комфортом усадить королеву на ее законное сицилианское место, но совершенно упускает из виду двойной удар, двойной Рагнар. Попытка спасти коня в данной позиции не работает, поскольку белый, используя диагональную связку, выигрывает фигуру. При ударе на поле Е5 они просто отступают и дальше забирают лошадку на Д5. Поэтому в партии Фабиана Каруана съедает на поле Ж2, Магнус пробивает на Ф6 и куда деваться слону. В случае отхода на поле Б7 белый проводит удар кованым копытом, атакуя сильнейшую фигуру противника. При взятии пробивает ферзем, на перекрытие бьют пешку и как минимум выигрывает ладью. Ежели черный пытается отойти слоном не на поле Б7, а на поле Д5, то белый дает пинка под зад слону и дальше проводит вышеуказанную комбинацию. Поэтому в партии Фабиана Каруана сваливает слоником на поле H3, Магнус вбрасывает ферзя в зону, атакуя хаботастого друга противника, и выясняется, что отступление на поле F5 не работает из-за размена и шага по линии Е. Черным приходится закрываться, но тогда белый играет F4, используя связку, выигрывает фигуру. С другой стороны контратакующий ход пешкой здесь также не помогает, поскольку белый могут связать пехотинца и дальше забрать слона на поле H3. Так что в партии Фабиана Каруана треснул пешку, Магнус выигрывает слона, у белых чистая лишняя фигура, уже здесь можно было в принципе сдаться, но Каруана продолжает сопротивление. Слон Е7, белый приступает к развитию ферзевого фланга, черный нападает на пешку, Магнус навешивает лошадя. Как видим, этот неприятный ход развеивает все мечты короля убежать в безопасное местечко. Фабиана заставляет определиться конем, Магнус меняется на поле Е7, лишает вражеского короля права на аркировку и завершает развитие ходом слон F4. На 17 ходу Фабиана Каруана сдался. Причина в том, что у черных не только не хватает фигуры, но и король их чувствует себя явно неуютно. Например, при взятии пешки на поле С2, белый шахует по диагонали, на перекрытие меняется на поле Е5, дает шаг с Б4, съедает пешку, получая абсолютно выигранную позицию. Вот, друзья, во что может вылиться перевес в развитии, если заниматься не конкретной отсебятиной в таких острых дебютах, как сицилианская защита. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, потому что шахматы это круто.